Хоккейный клуб Челны накануне в Ледовом дворце спорта повторно встретился с лидером турнирной таблицы Саранской Мордовии. Напомню, в первой встрече желто-синие проиграли сопернику со счетом 4-5. Второй матч выдался не менее напряженным. Болельщики сголодались по домашним победам, ведь на счету у челнинцев уже шесть поражений, поэтому на этот матч наши кисты вышли на лед жажда реванша. Но первый период закончился со счетом 1-1. Очень тяжело, команда опытная, на голову выше, чем мы, и играет очень мастеровито. Во втором периоде «Фортуна» отвернулась от наших хоккеистов. В гости пробили оборону нашего голкипера дважды. И как ни старались челнинцы догнать соперника, счет после второго отрезка остался 1-3. Атакуют, бросают, добивают. Можно и получить удовольствие в процессе игры. Ну и пришлось поработать, попасть. Да, они много проблем создали сегодня в игре. На решающую 20-минутку челнинцы вышли, собравшись силами, стали чаще атаковать и создавать опасные моменты. И вторую шайбу ворота Мордовии забросил челнинский нападающий Аронис Файзулин. 2-3. У челнинцев шайба упорно не шла в ворота, что не скажешь о гостях, которые ловили желто-синих на ошибках и увеличивали преимущество. А на последних минутах матча соперник не упустил возможность забросить и в пустые ворота, после того, как тренер Чулнов пошел ва-банк и снял вратаря. Итог 2-5. С ними тяжело играть. Допускали ошибки в обороне, а с такими командами нельзя их допускать. Не сказал бы, что они на сегодня переиграли. Моментов было достаточно. Такие ляпы в обороне просто глупые. Мы все это разбираем, показываем на видео, но, к сожалению, когда эта игра захлестывает, именно такой игровой мудрости, наверное, скажем так, не хватает. Челны опустились на седьмое место в турнирной таблице, но шанс отыграться есть в следующих матчах. Впереди серия выездных игр. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.